Секундочку. Отлично. Друзья, представлю, зовут меня Елена Петровская, для тех, кто меня еще не знает. И совсем недавно у меня было собственное турагентство, поэтому я могу называться профессионалом в сфере туризма. Но знаете, турагенты бывшими не бывают, потому что если ты уже однажды попробовал, вкусил этот рынок, попробовал себя в сфере туризма, то оттуда выйти нельзя, потому что ты вовлекаешься настолько глубоко, настолько серьезно, что становишься как минимум профессиональным путешественником. Скажите мне, пожалуйста, друзья, когда мы путешествуем, когда вы путешествуете, где вы останавливаетесь, где вы живете? Потому что сегодня мы обсуждаем тему именно проживания. Вы знаете, что наше путешествие состоит из нескольких частей, бюджет нашего путешествия разделяется на нескольких частей. Это наши перелеты, либо, скажем так, транспортирование, это наше проживание и питание, и наш досуг. Так вот, сегодня мы поговорим об этой емкой части, такой, как проживание в отелях. В отелях. Замечательно, в отелях. А какие мы типа отели знаем, друзья? Какие у нас отели бывают вообще, как таковые? Кто знает, какие отели бывают? Просто, просто гостиницы, просто отели. Понятно? Это понятно. То есть это что-то подразумевающее проживание в городе, либо в курортном регионе. Хостел есть еще, Виктория, благодарю. Бунгало. Что такое хостелы, друзья? Что такое хостелы? Хостелы – это так называемые гостиницы, номера, в которых проживают от 10 человек и более. И чем больше людей проживает, тем будет дешевле. Это так называемый очень дешевый вариант поселения. Правильно? Здорово, Виктория, у нас профессионал рынка туризма. Знает, что такое апартаменты, что такое бунгало. Вот здесь на слайде, если вы видите слайды, поставьте, пожалуйста, плюсики, друзья, видно ли слайды. Есть. Вика видит слайды. Кто-то еще видит? Умит. Благодарю, благодарю, друзья. Отлично. Так вот, смотрите, здесь у нас написаны разновидности отелей. Что такое бизнес-отель? Отель, в котором можно проводить встречи, конференции, то есть там и аппаратура присутствует, и специальные конференции, залы, конференции комнаты. Что такое бутик-отели? Это такие лакшери-отели, отели высокого уровня, которые очень заботятся о своем дизайне, приглашают для этого специальных дизайнеров, людей обученных, архитектов. И они достаточно дорого стоят. Апарт-отели и апартаменты. В чем различие, друзья? Апартаменты – это, собственно говоря, квартиры, которые сдаются в найм путешественникам. Апарт-отели – это все-таки отель, в котором предлагаются путешественникам номера мини-кухни, скажем так. Они бывают, это может быть как просто маленькое студио, комнатка с кухонькой, либо несколько комнат, ну это уже зависит от отеля как такового. То есть вы поняли, апарт-отели, апартаменты – это немножко разные вещи. Но в любом случае там должна присутствовать кухня. Наполненность кухни зависит от отеля. Есть так называемый резорт-отели, или если вы путешествовали в Турции и в Египте, то чаще всего мы останавливаемся именно в таких отелях. То есть это отель, на территории которого есть все. Минусами этого отеля можно назвать то, что за территорию отеля практически никто не выходит. То есть познакомиться со страной, даже с городом, близлежащим у людей нет необходимости, потому что все для их путешествия, для их отдыха есть на территории отеля. Что такое шале? Шале – это отели возле горнолыжных спусков. То есть это именно горнолыжные отели, которые предлагают размещение для лыжников. То есть там все приспособления для вашего отдыха и для вашего активного отдыха в горах. Спа-отели. Вы прекрасно понимаете, друзья, что такое спа-отели. Там абсолютно все для ухода за вашей душой и за вашим телом. То есть и массажные кабинеты, и всевозможные спа-услуги. Скажем так, это современные санатории, ну, очень хорошего, высокого класса. Есть еще такие отели, как мини-отели, очень маленькие, в которых очень небольшое количество номеров. В отеле, понятно, отели возле дороги, кемпинги – это, собственно, поселения в каких-то палатках, либо маленьких летних домиках. Это для людей, которые путешествуют на автомобилях, есть автокемпинги, велокемпинги и так далее. Есть такие еще отели, как ботели. Слышали ли вы такое название? Это старые вот такие-то лодки, которые изменяются в дизайне внутри, наполняются какими-то минимальными услугами. И они стоят уже припаркованные в портах, либо там в каких-то городах, в которых есть широкие реки, и сдаются номера в таких вот отелях. Есть еще флотели, это плавающие отели, то есть это не круизные еще лайнеры, но это такие небольшие вот отели, которые все-таки по воде путешествуют. Есть даже флотели, которые предлагают размещение в воздухе, но это достаточно дорогая, очень дорогая услуга для достаточно богатых людей, обеспеченных. Есть еще так называемые паусады. Что это такое, друзья, кто слышал это название? Это чаще всего можно такую разновидность отеля встретить в Испании или Португалии. Это старые замки в мавританском, как правило, стиле, в которых сдаются номера. То есть там практически сохраняется дизайн и вид старинного замка, но при этом они там уже организованы, как современные отели. Так вот, друзья, на чем мы еще... Какие вы типы отелей выбираете, как правило, при поселении, во время вашего путешествия, друзья? Какие типы отелей вы выбираете для себя? На что вы опираетесь? Вот по уровню комфорта, на что вообще какие критерии для вас важны во время выбора отеля? На что вы опираетесь? Звездности, цена. Отлично. Что еще? Что еще? Еда, услуги, Wi-Fi. Друзья, ну, посмотрите в записи, я, по-моему, обозначила все типы отелей, что каждый из себя представляет. Па, фитнес, достопримечательности, отлично. Экскурсии, супер. Что еще, друзья? Я так вижу, что на звездность мало вообще кто обращает внимание, правильно? Или мне... Друзья, поставьте, пожалуйста, плюсики, кто меня видит, потому что мне кажется, что... Изображение попало. Сейчас вернусь. Выпало какое-то время. Видно, благодарю. Так, я, если пропустила, значит, объясняю, что такое лоджи. Лоджи – это отели, которые предоставляются, как правило, в каких-то национальных парках, либо заповедниках. Люди, которые ездят на сафари, они останавливаются в лоджи. То есть это отели, которые гармонизируют, скажем так, с домиками местного населения. То есть это такие эко-отели в каких-то национальных парках. Гестхаузы – это, скажем так, отели небольшой этажности, и в которых, как правило, проживают еще и собственники отеля. То есть это номера, которые обслуживают собственники отеля. Так, друзья, ну я вижу, что все-таки многие... Лариса Хольштайн берет как минимум пять звезд. Пропадает. Звезды не всегда обоснованы. Инфраструктура рядом. Отлично, друзья, это то, на что вы обращаете внимание. Давайте все-таки разберемся, что такое наш звездность отелей, вообще на что обращать внимание, и является ли это объективным фактором при выборе отеля. Скажем так, сколько в мире отелей? На этот вопрос вам вряд ли ответит вообще кто-либо, потому что количество отелей достаточно большое. Но мы знаем, что порядка 850 тысяч отелей в мире существуют. Это те отели, которые доступны в интернете, о которых мы знаем. Если мы говорим, допустим, о пятизвездочных отелях Турции, то их порядка 500. Представьте себе, какое количество отелей только пятерок нужно знать и изучать турагентов для того, чтобы досконально знать базу. Такое же количество отелей 4 звезды и несколько тысяч отелей 3 звезды. То есть это только Турция. Если мы говорим о мире, то это огромное-огромное количество тысяч отелей, и безусловно должна быть какая-то усредненная классификация этих отелей. Но на самом деле нет единого мнения в мире, и в разных странах звездность отелей определяется абсолютно разными критериями. Поэтому звездность отелей, можно ли на нее опираться, но скорее нет, чем зал. Потому что это является хорошим подспорьем при выборе отеля, но на самом деле это достаточно субъективный фактор. Потому что если мы говорим, допустим, о Европе... Почему пять звезд не важны, сейчас расскажу вам. Ларис, ну не всегда, скажем так, пять звезд соответствуют друг другу. Вы знаете, вы можете поселиться в отелях пять звезд, и они будут достаточно разными по наполненности, по услугам, по количеству услуг и по качеству услуг. Что дают звезды отелей, почему это порой не оправдывает ожидания, Марин. Смотрите, если мы говорим о Европе, то в Европе существует... Я снова пропала, кажется, да? Видно меня, друзья? Друзья, видно меня? Благодарю. Так вот, правильно, Вика, в Европе три звезды часто всегда хорошо. Потому что в Европе есть вот такая ассоциация, хотрек, и она приводит более-менее средней, скажем так, средней оценки качества отелей каждой звезды. Если мы говорим, допустим, об однозвездном отеле в Европе, то уже там насчитывает, должно быть в каждом номере у нас условия, такие как душевая и туалет в каждом номере. Если мы говорим о странах, которые не входят в эту ассоциацию, то одна звезда не предполагает как таковых вообще удобств в номере. То есть это, как правило, удобство в коридоре и на несколько номеров один конузел предлагается. Правильно, друзья? Если мы говорим об Азии, то в Азии вообще часто сами собственники отелей рисуют звезды своим отелем. То есть нет вообще никаких регулирующих органов. Если мы говорим, скажем, о том же Египте, часто посещаемый Египет, то там есть туристическая организация, которая регулирует эти требования к отелям, звездности отелей. Но при этом это достаточно субъективная организация. Не всегда один отель 5 звезд будет соответствовать тому же качеству услуг, которые предлагаются в другом отеле 5 звезд. Как правило, если это собственник европейец и если это сетевой отель, то там, безусловно, соблюдаются все условия, которые выдвигаются ассоциацией ходра. Если это какие-то местные собственники отелей, то, как правило, очень редко соблюдаются, чаще всего соблюдаются наличие количества определенных услуг, но качества этих услуг нет. То есть вы знаете, что достаточно азиаты и арабы достаточно медлительные, и требовать от них высокого уровня качества услуг часто не приходится. Поэтому мы сейчас будем говорить о том, что присуще каждой категории отеля, но вы должны понимать, что это достаточно усредненные требования, и они не всегда соответствуют тому, о чем мы будем говорить. Нарисовал и ладно, да, совершенно верно, Вика, потому что очень часто, ну, если, скажем, на постсоветском пространстве, в странах СНГ есть какие-то министерства туризма или какие-то органы, регулирующие так называемые ГОСТы, но они часто не совпадают с требованиями европейских ассоциаций. Ну, и кроме того, кроме того, вы понимаете прекрасно, что у нас высокий уровень взяточничества, скажем так, который часто определяет звездность отеля. Какой еще может быть нюанс, друзья? Во многих государствах, например, очень повышаются налоги с увеличением количества звезд в гостинице. Поэтому, например, в Италии часто собственники отеля занижают звездность, то есть не предоставляют какого-то типа услуг для того, чтобы оставить себе категорию 3 звезды, но не 4. Поэтому они платят меньше налоги, но при этом качество услуги, качество сервиса достаточно будет высокое. То есть вы должны понимать, что если вы в Европе, то вы попадете в 3 звезды достаточно высокого, хорошего уровня. Если вы в Азии в 3 звезды, этот отель может быть немножко не того уровня, который вы предполагаете. Если вы в Индию едете в отель в 2 звезды, то вы должны посмотреть, есть ли там хотя бы кондиционер и матрасы на кровати, потому что очень часто люди едут на Гуа, молодежь едет на Гуа, самые дешевые отели, и при этом там номера, представьте себе, в 33-градусную жару без кондиционеров и даже без минимальных постельных принадлежностей. Что же нам предлагает отель 1 звезда? Что там должно быть, друзья? Ну, безусловно, должен быть какой-то номер, это от 10 до 12 метров квадратных, минимальный набор мебели, должна быть кровать, стул, шкаф и так далее. Питание не включается у нас при поселении в 1 звездный отель. Удобство, как правило, на этаже, но я опять-таки оговорюсь, если мы говорим об отелях Европы, то там уже удобства у нас будут в номере. Уборка должна быть ежедневной и ночью отель закрыть даже для постояльцев. То есть, если вы долго загулялись, то вас просто не пустят в отель, в 1 звездный отель. Отель 2 звезды, приблизительно такой же тип номеров. Как правило, туда уже входит завтрак. У нас, как правило, предоставляет отель какие-то завтраки. И ресепшн работает немножко дольше, то есть вас уже в ночное время могут пустить в отель. Если мы говорим об отеле 3 звезды, то в обязательном порядке должны быть удобства в номере. То есть и душевая, и туалет у вас должны быть в номере. Номера не всегда будут большими. То есть они могут быть стандарты такими же небольшими, как 1 и 2 звезды. Смена полотенец и белья у нас 2 раза в неделю в среднем происходит. В отеле 3 звезды, полотенца должны меняться каждый день. То есть вы можете требовать от отеля менять вам полотенца. Так, на что еще обратить внимание, друзья. Безусловно, многие отели 4 звезды, это уже отели более высокого класса. Очень много отелей, которые, я бы сказала, даже могли претендовать вполне на 5 звезд, но по каким-то критериям, по наличию каких-то услуг они не дотягивают. Но при этом номера достаточно высокого класса, достаточно качественная мебель, удобное расположение на первой или на второй линии береговой, если мы говорим о резорт-отелях. Смена полотенец и белья у нас, безусловно, каждый день. Вы можете дополнительные услуги получить в отеле 4 звезды. И в номере, конечно, у вас предоставлены будут и мини-сейв, и кондиционер, и цветной телевизор. И, кстати, если мы говорим, допустим, о телевизоре в отеле 2 звезды, если вы видите, что присутствует телевизор, вы должны также прочитать в отзывах, наверное, поинтересоваться, выдается ли пульт бесплатно, потому что телевизор может присутствовать в номере, и в описании номера он быть, но пульт вам дадут только за дополнительную плату, чтобы вы понимали, друзья. Вот такие нюансы могут существовать. Итак, что такое отель 5 звезд? Безусловно, это отели хорошей, высокой категории. Не так просто многим отелям завоевать данную категорию. Но вы прекрасно понимаете, друзья, что очень много отелей, скажем так, ну, разнятся, как мы говорили. То есть 5 звезд, они очень разные бывают, достаточно разные. Если мы говорим о... во многих европейских странах даже нету отелей 5 звезд, потому что то наличие услуг, которое должно быть согласно требованиям Ходрака, у них просто не присутствует. Поэтому вы должны понимать, друзья, что 5 звезд, это не всегда оправданно по деньгам. Площадь стандарта в отеле 5 звезд, площадь стандартного номера где-то 16 разных метров. Это... ну, то есть отель, уже большее количество номеров. Вы должны прекрасно понимать, друзья, что в стандартном номере могут проживать... Он может быть как предназначен для одноместного размещения, так и для двух, и даже для трехместного размещения. Иногда даже 4 человека могут проживать в стандарте. То есть вы должны ориентироваться. Если вы едете семьей, 4 человека, и отель вас размещает в номере стандарт, вы должны понимать, достаточно ли вам там будет место развернуться всем. Обязательно смотрите на размеры номеров, которые вы поселяетесь. Безусловно, в таком в отеле 5 звезд у вас там уже все условия в номере, и мини-сейф не всегда бывает бесплатным, так что вы должны это учитывать. Что часто берут за дополнительную плату, либо какой-то залог берут за сейф, за пользование сейфом. Есть телевизор, есть интернет. Опять-таки, интернет не бесплатный. То есть если мы говорим о наличии интернета, это не значит, что интернет бесплатный в отеле 5 звезд. Если, скажем, допустим, мы говорим об Эмиратах арабских, то там, как правило, интернет присутствует практически во всех отелях, но практически везде он достаточно дорого стоит, потому что там большие сложности провести интернет через пустыню. Вы понимаете это. Безусловно, сервис – это тот критерий, которым отличаются все отели 5 звезд. Это высокий уровень сервиса должен быть. И, конечно, если мы говорим об африканской стране, такой как Египет, все время ее сегодня вспоминаю, вы должны понимать, что сервис вы можете требовать, но сервис там вы можете получить совершенно не тот, который вы получите, скажем, в отелях на Худжере, которые в Арабских Эмиратах. Часто, вы знаете, очень приятно получить комплименты от отеля, в 5-звездочном отеле. Друзья, скажите мне, пожалуйста, кто получал, при поселении в отеле 5 звезд, получал вот такие мини-подарочки? Это либо конфеты, либо какие-то печенюшки, часто вино, цветы в номере. Правда, это приятно, друзья. Я, Виктория, получала подарок. Здорово, это всегда приятно, правда, фрукты, вино. Да, когда поселяешься, тебе сразу чувствуется, что тебе рады, правда? Коктейль после регистрации, Виталий, ну отлично вам все. Лариса. Лариса вообще, ну, с пятерок получала, наверное, огромное количество комплиментов от отеля. Еще такой нюанс есть в отелях 5 звезд, как подготовка вашей кровати ко сну. То есть каждый вечер к вам должны приходить сервисные службы, горничные, и взбивать вам подушечки, скажем так. Набор косметических средств. Вы знаете, что особенно девушкам, это важно, когда вы едете в какой-то отель, вы должны, безусловно, уточнить, есть ли там фен, есть ли там косметические средства, какие там средства по уходу есть в номере, потому что в таком случае немножко чемодан можно сделать легче. Особенно если вы едете с семьей, то можно значительно облегчить набор косметички своей, правильно? Фрукты, вода Вячеслав получал. Лебедей крутят, крокодилов. Да, безусловно, сервис присутствует в разных формах, в виде лебедей, в виде крокодилов. Но вы знаете, друзья, что в мире достаточно большое количество уже пятерок, отелей пять звезд, и, безусловно, VIP-персонам, селиться вместе с нами людьми, которые просто хотят жить в отелях пять звезд, не всегда это уже кажется достаточным. Поэтому многие сейчас... Ну, я не могу сказать, что многие, это, наверное, будет неправильно, но сейчас уже есть такие отели, как шесть звезд и даже семь звезд. Вы видели, я вам включала в начале, перед вебинаром видео об отеле Паус, Бурш-Аля-Раб, который находится в Дубае. Так вот, это одна из... Точнее, это первый отель, первый отель семь звезд, который получил. Есть такой отель даже в Милане. В Милане Таунхаус-галерея. Это отель для людей, которые, скажем так, в сфере моды работают и занимаются этой богемной жизнью. Есть отель в Пекине, отель семь звезд в Иране, в Абу-Дабиэмирис-Пелес, он уже завоевал категорию семь звезд. Чем же отличаются эти отели? В отеле семь звезд, друзья, у нас у каждого гостя должен быть личный дворецкий, который обеспечивает абсолютно все услуги по вашему минимальному требованию. То есть, если вы попросили принести вам книгу, то он должен побеспокоиться о том, чтобы у вас было правильное освещение, о том, чтобы вам принести очки, если вы вдруг свои забыли или где-то потеряли. Ну, и много-много еще таких нюансов, услуги, которые доступны только для VIP-гостей, я бы сказала. И номера, безусловно, стоят достаточно дорого. Ну, я надеюсь, что все мы будем скоро это рассматривать не как дорого, а как приемлемые цены и будем все встречаться в отелях семь звезд. Массаж. Безусловно, массаж. И очень много еще чего. Друзья, ну, вы понимаете прекрасно, что в разных отелях мы можем получить еще и кроме как такового отеля мы рассматриваем еще и номер. На что опираемся мы при выборе номера? Ну, безусловно, на то, в какой компании мы едем. Правильно? Ирина, чего это, к чему был вопрос, я немножко не поняла. Уточните вопрос. Ой, боже, девушки, у вас тут пятница, я понимаю, еще и в преддверии 8 марта, еще и весна. Конечно, у нас дискуссии идут на очень интересные темы. Друзья, на что мы опираемся при выборе номера? При выборе номера, безусловно, мы опираемся и на ту компанию, в которой мы едем правильно. Если мы едем вдвоем, то нам достаточно иногда и стандарта. Но, безусловно, это зависит и от наших амбиций. Мы можем заказать и superior, и люкс, и любой-любой другой тип номера, президентские номера, если мы захотим шикануть. Это тоже будет для нас здорово. Какие у нас типы номеров бывают? Вот вы видите здесь, возле моей слайды, какой-то мелкий шрифт. Скажем так, есть one-bedroom apartment, апартаменты с одной спальней. То есть, для того, чтобы, когда вы выбираете, вот у нас на сайте, на портале, вы выбираете отель, часто там можно просто увидеть какие-то короткие обозначения, не всегда написано стандарт, или там иногда просто написано стд, то есть стандарт, либо one-bedroom apartment. То есть, вы видите короткие обозначения, что они могут значить. Если two-bedroom, то значит, это номер с двумя спальнями, апартаменты с двумя спальнями. Также могут быть обозначены бунгало, то есть, это номер в низкоэтажном здании. Также может быть обозначено, есть такое обозначение ROH, ROH, так называемый. То есть, это поселение на усмотрение отеля. Что это значит? То есть, вы заблаговременно бронируете номер, но вы не знаете, в какой вы номер точно попадете. И вы приезжаете в отель, и отельер у вас уже селит в оставшийся номер. Часто это отели дают как такие рекламные, скажем, заявления, акционные какие-то номера, и несколько разных типов номеров входят в эту акцию. И в таком случае вы приезжаете, вы можете попасть как в не очень хороший номер, так и многим везет, попадают наоборот в какие-то люксовые номера, которые бы они не забронировали без этой акционной цены. Если мы говорим о клубной комнате, клабрум, то есть, часто это комната в таких низкоэтажных, бунгального типа зданиях, и, как правило, они находятся, если мы говорим, основной корпус, он идет ближе к морю, то клубные номера, они идут за основным корпусом и идут немножко дальше к морю, если мы говорим о таких крупных отелях на побережье. То есть, вы должны внимательно понимать, где находятся эти комнаты. Есть так называемый еще аннекс-рум, это опять-таки комната, комнаты в пристройке, то есть, не в основном корпусе, и вы должны понимать, где находится эта пристройка к основному корпусу, потому что это может быть не очень хороший вид из номера, или не лучшее там расположение по отношению к ресторану или к пляжу. То есть, когда вы поселяетесь, когда вы выбираете номер, вы должны опираться, конечно же, на свои предпочтения. Что такое connected rooms? Connected rooms, друзья, это комнаты совмещенные, то есть, часто в отелях можно, ну, допустим, если вот мы с семьей путешествуем, двое взрослых и двое детей, то я выбираю сразу один номер, двое взрослых, двое детей, и мне ничего не выпадает, хотя отель достаточно высокой категории. Почему? Потому что в отеле нету семейных номеров, которые предоставляют размещение вчетвером. Но в таком случае в отеле можно поинтересоваться, есть ли у них connected rooms, то есть, это стандарт, два стандартных, два номера стандартных, которые можно совмещать, как бы поселиться рядышком, и при этом у них будет совместная дверь, которая их разделяет. Вы поняли? То есть, они могут сдаваться как отдельно, так вы можете с семьей поселиться в два совместных номера. Они будут разъединяться дополнительной дверью. Есть еще угловые комнаты, и ну, всевозможные, на что можно было бы еще обратить внимание. Сейчас посмотрю, друзья. В принципе, основные нюансы по номерам, я думаю, понятны вам. Здесь нет вопросов. Да, есть мезонеты, Наталья совершенно верна. Мезонеты, это двухуровневые номера, вы должны понимать, что два уровня, это не значит два этажа. То есть, там будут ступенечки наверх, и отдельное спальное место наверху, а тут же открытая зона, и и внизу ваши дети будут спать, или там ваши друзья. То есть, это не две отдельные комнаты, это просто как бы двухуровневые, высокие потолки, которые и два уровня устроены в одном пространстве, чтобы вы понимали, друзья, если вы едете две семейные пары, то это не всегда может быть удобно жить в мезонете, потому что у вас номера не разделяются, фактически. Ваши спальные места не разделяются. Что еще, друзья, на что обратить внимание? Какие у нас еще бывают типы номеров? И может быть, у вас есть какие-то вопросы по ходу, по типу номеров, с чем-то вы сталкивались? Задавайте, пожалуйста, сразу будем разбираться вместе, потому что информации очень много, и грузить вас просто теории не хотелось бы. Что такое семейные номера? Я думаю, вы понимаете. Что такое сьюты, экзекьюты, вы понимаете или не понимаете? Сразу мне говорите, потому что занимать ваше время просто голой теорией, я думаю, то, что вы найдете в интернете, тоже не хотелось бы. Что такое люкс? Семилюкс. Я прекрасно понимаю, что семилюкс – это полулюкс, а люкс – это обычный люкс. Правильно? Пентхаузы – понятно, что это номер повышенной комфортности. Президентский номер – это роскошный номер, из нескольких, как правило, спален, кабинетов и так далее. Что еще? Обязательно смотрите, если вы, допустим, селитесь в стандарт двухместный, то там может быть указано, что это стандарт твин, то есть, что такое твин – это двухместное размещение на отдельных полуторных кроватях. Если там написано стандарт кинг-сайз, то есть там или фрэнчбэд, то там будет большая кровать для двоих. Это может быть либо удобно, либо неудобно, наоборот, смотря в какой цели вы и кто едет путешествовать. Если это коллеги едут в командировку, то на фрэнчбэд неудобно будет спать. Правильно? Лучше брать в таком случае номер двин. Обращайте на это внимание. Есть еще такой тип номеров, как экономирум. Это экономичный номер. Это, как правило, такие номера, они меньше по размеру. Часто это могут быть номера... В некоторых отелях я встречала, что номера раньше там жила, скажем, прислуга какая-то, и потом ее переселили и добавили, это как номер для туристов. Они либо с плохим видом, либо это в полуподвальном помещении. Иногда даже встречаются экономирум без окна. Так, друзья, ну, вопросов нету, всем все понятно, правильно? Я не буду тогда в таком случае грузить вас этой теорией. Я думаю, что что такое джакузи, вилла, это и так, безусловно, понятно, что это номер со своим джакузи. Что такое джуниор, сьют, сьют, все знаете, правильно или нет? Пишина у нас в комнате. Все ушли бронировать номера? Я так понимаю, у меня опаздывает немножко чат, поэтому, друзья, трехместную с тремя кроватями. Вячеслав, смотрите, как правило, трехместный номер это просто стандартный номер и тип размещения там ТРПЛ, Трипл, так называемый. Что значит Трипл? Там может быть как три отдельные кровати, три полуторные, либо это может быть двухместный номер и там у вас будет доп. кровать стоять. То есть вы должны учитывать такой нюанс. Есть такие отели, там значит даже не доп. кровать ставится, а выдвигается из-под основной кровати такая как раскладушечка и по сути вы лежите все штабелями вот на одной большой кровати, потому что большая кровать кингстайз у вас и доп. кровать у вас выдвигается из-под этой же кровати, как такая раскладушка, но она не отодвигается от основной кровати, то есть вы должны понимать, что вы будете втроем практически спать на одном большом спальном месте. Промо-рум, Наталья, да, совершенно верно, это похоже что-то на промо-рум, это в случае каких-то вот акционных предложений от отеля. Отель такие промоушены делает и как правило это такие очень дешевые номера подпадают под эту категорию. Сейчас, друзья, немножко посмотрю в чате. Сьюты. Сьют это, скажем так, номер чуть большего размера, чуть лучше мебель там и оно улучшенной категории. Это еще не VIP, но это что-то вроде люкса. Сьют и люкс, они просто в разных странах по-разному называются. Да, сьют это лучше, чем просто стандарт. Семи-сьют значит это полу-люкс, так называемый, еще может быть, может быть переводится как полу-люкс, семи-сьют. То есть это немножко больше номер, это, но опять-таки это хороший, хороший номер, он больше, чем стандарт, но меньше, чем просто сьют. и там у вас будет лучше мебель, если просто в стандарте там будет какая-то категория мебели среднего класса, то в сьюте у вас будет улучшенное качество мебели. Family room это семейная комната. Как правило, семейная комната, семейный номер точнее, он может быть разный, в разных номерах. Если вы едете, вот допустим, мы едем с мужем и с двумя детьми, безусловно, мы селимся в family room, но family room могут отличаться значительно. Это может быть как студию, то есть это большая комната, одна, в ней стоит кровать большая и диван дополнительно, на который размещаются еще дети. Это может быть просто двухкомнатный номер, но не разделенный дверями. То есть там какая-то либо перегородка стоит, либо просто они соединены две комнаты без дверей дополнительной. А есть family room, это две отдельные комнаты и с дверями точно так же. То есть есть разные категории family room, если вам важно, чтобы у вас была закрывающаяся комната, если вы едете с две семейной пары или вы едете с детьми, то изучите, пожалуйста, либо на сайте отеля, либо почитайте отзывы, какой тип family room там предлагается, потому что они очень разнятся и, как я уже сказала, нету каких-то стандартов, которые прописаны по всему миру. В разных отелях абсолютно могут быть разные family room на перегонки. Так, друзья, ну, вопросы все ответила. Разновидностей действительно очень много, Виталий, поэтому сейчас, ну, как бы останавливаться на всех, просто это не будет вам интересно, понятное дело, что просто загружу вас лишней информацией и она ни в коем случае не усвоится у вас. Поэтому, друзья, задавайте вопросы, задавайте, вот, есть еще такое extra bed понятие, EXB пишется, то есть, это дополнительная кровать, я сказала, что она, может быть, у вас как просто по требованию поставлена, то есть, вы можете запросить ее дополнительно и вам принесут отдельно, либо это как кресло будет раскладное, либо именно полуторная кровать, но часто это будет как, именно как доп кровать выдвигающаяся либо из-под основной кровати, либо просто представленная как в виде раскладушечки такой, но не такая раскладушка, знаете, как у нас была в советском нашем детстве на пружинках, она немножко удобнее, немножко лучше, но все-таки это раскладушка, такая раскладная кроватка представная. Так, давайте немножко дальше двинемся, чтобы не задерживать долго, в принципе у нас осталось еще разобраться с категорией, с типами питания. От категории номера зависит цена, безусловно, зависит цена, безусловно, зависит цена от категории номера. Ну, собственно, уже с типами размещения мы разобрались, что бывают одноместные, двухместные и трехместные, это может быть одинаковый размер номера, просто если, допустим, одноместных синглов на самом деле в отеле практически нету. Как правило, это стандарт, в котором вы просто размещаетесь один, и когда вы едете один путешествовать, вы фактически платите за двухместный номер, чтобы вы понимали, друзья, поэтому в одиночку путешествовать дороже вам будет. Ищите попутчик, попутчиков, в одиночестве это скучно путешествовать. Ох, типа питание у меня съехали куда-то, сейчас буду вам рассказывать. Мелкий шрифт, да, друзья? Так, хорошо, давайте на основных остановлюсь, значит, B-O, если английский B-O, если по-русски это как V-O пишется, но на самом деле это совсем не V-O, потому что это размещение без питания, то есть это размещение без питания, то есть вы фактически платите только за номер. Если написано B-B или русский V-V, Back and Breakfast, то есть здесь у вас вы оплачиваете стоимость номера и стоимость завтрака. Завтраки бывают разные, друзья. Если для вас это принципиально, вы можете посмотреть на сайте отеля, либо почитать в отзывах, на том же TripAdvisor, как правило, пишут, о питании люди очень много пишут часто. Есть континентальный завтрак, то есть это чай, кофе, сок, булочка, масло, джем. То есть очень такой небольшой сдержанный завтрак. Есть американский завтрак, это в принципе то же самое, что и континентальный, только еще там может быть яичница с беконом, скажем. Есть английский завтрак, это полноценный большой завтрак, как ассоциируется у меня Англия с овсянкой, то есть вы можете поесть и овсянки, и какие-то мюсли, и тосты, яичница, ну он, скажем так, более расширенный. HB, то есть или NV, если по-русски мы читаем, то есть Half Board это полупансион, то есть вы платите за номер и за питание завтрак плюс ужин. В таком случае, друзья, обратите внимание, что если у вас на завтрак оплачены ваши напитки, кофе, чай, сок и вода, то на ужин, как правило, у вас напитки не входят. То есть если у вас есть, как у меня, допустим, путешественники были, которые решили сэкономить, они ехали в Эмираты, но при этом они заплатили, не захотели покупать All-Inclusive и поехали на полупансионе, разница бывает не всегда существенная. Иногда это очень незначительная разница между полупансионом и All-Inclusive. Поэтому, друзья, если вы покупаете полупансион, вы должны учитывать, что напитки не входят и напитки в отеле будут стоить достаточно дорого. О моих туристах, о которых я рассказывала, они приехали просто полные возмущения, потому что чай стоил 10 долларов в отеле. Два чая вечером они там за неделю заплатили, ну, представьте себе сколько, 140 долларов только на чай. если мы говорим есть такое понятие как HB+, то есть полупансион расширенный, то здесь у вас могут входить напитки местного производства даже на ужин. FB Full Board или полный пансион это трехразовое питание. Опять-таки завтрак, пит и ужин, опять-таки вы должны учитывать, что напитки крайне редко входят в такой тип питания. Есть такое понятие мини All-Inclusive, то есть он очень похож на полный пансион на Full Board и единственное, что там будут входить у вас во время вашего обеда и ужина напитки. Ну, и на завтрак безусловно тоже. All-Inclusive, то есть это завтрак, обеда и ужина с напитками, еда и напитки, все включено, но только напитки местного производства. То есть если вы будете хотеть какой-то там эксклюзивный напиток, то он будет у вас за дополнительную плату. Как правило, в барах, в отелях есть, но он будет за доплату. Ultra All-Inclusive или Elegance All-Inclusive, Deluxe All-Inclusive, Royal All-Inclusive, то есть разновидностей All-Inclusive большое количество, и в таком случае, если вы платите за Ultra All-Inclusive, то часто там могут быть какие-то коктейли в баре у вас входить, это будет не только трехразовое питание, но там может быть и пятиразовое. В принципе, если мы говорим о турецких отелях, то там есть отели, в которых можно есть просто постоянно. То есть все время круглые сутки там что-то готовят, где-то в каких-то барах, в ресторанах всегда можно поесть. Есть еще такое во многих пятерках турецких, в египетских и доминиканских, ну в очень многих отелях есть рестораны а-ля-карт. Что это такое, друзья, кто знает? Кто сталкивался с отелями а-ля-карт? Кто питался в отелях а-ля-карт? Что это такое? Все заснули уже немножко, да? Начали говорить о питании и позасыпали. Либо пошли обедать. Рыбный ресторан из определенной кухни, точно, да, Наталья? Совершенно верно. А-ля-карты, то есть это, ну, как правило, это тематические рестораны, но рестораны, в которых туристы питаются по меню. То есть это не шведский стол в отеле, это рестораны, которые предлагают питание по меню. Во многих отелях 5 категорий 5 звезд, эти рестораны а-ля-карт, ну, скажем так, есть разные условия, вы должны о них заранее узнать, если вам это важно. Допустим, есть на территории отеля 3 ресторана а-ля-карт. Они все там азиатские, какой-то там итальянский, турецкий, ну, это к примеру. и за одну неделю вы можете, например, бесплатно сходить в один из ресторанов. То есть когда вы поселяетесь в отель хорошей категории, высокой, и там есть рестораны а-ля-карт, вы можете сразу на ресепшене уточнить, какие рестораны входят в ваш там all-inclusive. Как правило, если мы говорим о бесплатном посещении, то люди, которые покупают тип питания all-inclusive или ультра-all-inclusive, у них входит какой-то из ресторанов а-ля-карт. В некоторых отелях вы можете в течение недели посетить один раз каждый из трех ресторанов. В некоторых вы можете в одну неделю только один ресторан посещать. То есть если вы на две недели приехали, то два ресторана посетить. То есть вы должны в этом разобраться самостоятельно при поселении в отель. Но если для вас это важно, то, конечно, это сделать заранее, заблаговременно. Питание по меню совершенно верно. Ну, собственно, друзья, я надеюсь, что теперь мы разобрались уже, какие бывают у нас отели, какие типы номеров и какие типы питания. На что я хотела бы обратить ваше внимание, друзья, что вы понимаете прекрасно, что и звездность отеля, и тип питания это достаточно субъективный фактор, потому что если вы едете в какой-либо отель, в какое-либо путешествие, то вы должны прежде всего опираться на те факторы, которые для вас важны. Я бы не опиралась на звездность вообще ни в коем случае, я бы не опиралась на многие факторы, поэтому вы для себя должны написать, какая у вас цель путешествия, с кем вы едете и что для вас было бы важно. Если вы хотите поехать отдыхать на море, то важно ли для вас, чтобы это был отель на первой линии или вы готовы пройтись пешочком, то есть это не имеет для вас значения. Какие услуги должны быть в отеле, чтобы вы себя чувствовали на отдыхе. Что еще для вас важно? Поэтому опираясь на собственное мнение, опираясь на собственное представление о хорошем отдыхе, вы должны подходить к выбору отеля. Спасибо, Виталий, спасибо, друзья. Выбирайте лучшее для вас и я думаю, что мы скоро уже встретимся с вами в отелях 7 звезд. Желаю девушке, девочки, женщины, всем желаю хороших выходных, всех поздравляю с наступающим 8 марта, желаю, чтобы вы цвели, чтобы вы были всегда приподнятом настроении, вам любимые, дорогие, любите прежде всего себя и тогда будете изучать любовь в этот мир и на всех остальных. Мужчины, вас тоже благодарю за активное участие, друзья. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, задайте, еще есть у нас пару минут. Вопросов, я так понимаю, нет. Если не ответил на чей-то вопрос, ребят, повторите, потому что не хочется никого убежать. Все, вопросов нет. Девочки, еще раз с наступающим всем весеннего настроения, хорошей погоды и радости, главное, любви в душе. Все, прощаюсь, друзья, всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Добавил субтитры